Здравствуйте, мальчики и девочки! Я Леся Клаунесса, ведущая детских праздников. И сегодня я вам прочту новую сказочную историю на ночь. Сказку, которую я буду читать, называется «Глаза и уши». Жил побер на извилистой лесной речке. Хороша у бобра хата, сам деревья пилил, сам их воду таскал, сам стены и крышу складывал. Хороша у бобра шуба зимой тепло, и в воде тепло, ветер не продувает. Хороши у бобра уши, плеснет в речке рыба хвостом, упадет лист в лесу, все он слышит. А вот у глаза у бобра подгуляли слабые глаза. Подслеповат бобер и на сто коротеньких бобриных шагов ничего не видит. А в соседях у бобра на светлом лесном озере жил лебедь. Красивый был и гордый, ни с кем, правда, дружить не хотел. Даже здоровался нехотя. Поднимет белую шею, окинет взглядом с высоты соседа. Ему кланяются, и он так просто чуть кивнет в ответ. Вот раз случилось, работает бобер на берегу речки, трудится, осина зубами пилит. Подпилит кругом до половины, ветер налетит и свалит осину. Бобер ее на бревнышке распилит и тащит на себе бревнышко за бревнышком к реке. На спину себе взвалит, одной лапой придерживает бревнышко, совсем как человек идет. Только трубки в зубах нет. Вдруг видит, по речке лебедь плывет, совсем близко. Остановился бобер, бревнышко с плеча скинул и вежливо сказал «Узя, Узя, здравствуй, значит». Лебедь гордую шею поднял, чуть головой кивнул в ответ и говорит «Близко же ты меня увидел, я тебя еще от самого того поворота речки заметил. Пропадешь ты с такими-то глазами?» И стал надсмехаться над бобром. Тебя слепыша охотники голыми руками поймают и в карман положат. Бобер слушал, слушал и говорит «Спору нет, видишь ты лучше меня, а вот слышишь ли ты тихий плеск вон там за третьим поворотом речки». Хатын лебедь прислушался и говорит «Выдумываешь, никакого плеска тут нет, тихо в лесу». Бобер подождал, подождал и опять спрашивает «Теперь слышишь плеск? Где?» – спрашивает лебедь «А за вторым поворотом речки, на втором пустополье». «Нет, – говорит лебедь, – ничего не слышу, все тихо в лесу». Бобер еще подождал и опять спрашивает «Слышишь? Где? Да ну вон там, за мысом, на ближнем пустополье». «Да нет, – говорит лебедь, – ничего не слышу, тихо в лесу, нарочно выдумываешь». «Тогда, – говорит бобер, – прощай, и пускай тебе так же послужат твои глаза, как мне служат мои уши». «Ну, – хорошо, – говорит бобер, – прощай». Нырнул в воду лебедь и скрылся. «И пускай тебе так же послужат твои глаза, как мне служат мои уши». Нырнул в воду и скрылся. А лебедь поднял свою белую шею и гордо посмотрел вокруг. Он подумал, что его зоркие глаза всегда вовремя заметят опасность и ничего не боялся. Тут из-за леса выскочила легонькая лодочка. В ней сидел охотник. Охотник поднял ружье и не успел хатынь-лебедь взмахнуть крыльями, как грохнул выстрел. Вот и говорят лесные люди, в лесу первое дело – уши, а глаза, оказывается, второе. Ну что, мои маленькие друзья, вот и сказочке конец, а кто слушал, тот большой молодец. А сейчас время позднее, садитесь поудобнее, время смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, спокойной ночи, мои маленькие друзья. Пока!